Вы должны использовать только ядированную соль. Я говорю, понимаете, ну хорошо, там ядированную соль можно... При изготовлении хлеба в том числе. Да, при изготовлении хлеба. Ядированная соль меняет вкус. Там ярко выраженный вкус йода. Но они хотят как лучше. Ну, они идиоты, но они же хотят как лучше. Это в смысле, как сейчас, когда там, значит, едит калия покупают американцы, да, в связи с проблемой напуганной видео, которое показал Владимир Владимирович. Да, говорят, от атомной бумаги. Да, 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 понимаешь, да, там замещение, да, там, я так уже, знаешь, конспирологические такие штучки, думаешь, господи. Мы просто объясняем, послушайте, ну вот смотрите, во-первых, у нас есть часть шефов, которые, например, могут вообще не солить блюда, потому что нужно использовать натуральный вкус. Мы используем различные маринады, в которых йодированный вкус, в общем, неприемлем. Да, мы используем соевый соус. Мы используем различные соли из различных регионов, которые, в принципе, отличаются по вкусу. А теми, на сайте, это не волнует. Ну, в морской соли, естественно, есть йод, поэтому... И йод тоже есть там. А потом, я всегда хочу сказать, ну, послушайте, люди разные тоже. Кому-то тоже, наверное, повредит излишнее количество йода. А вопрос у меня дурацкий. Это просто производители данного конкретного типа йодированной соли мягко, скажем, пролоббировали. Вот у меня такие же мысли тоже самые были, понимаешь? Это вот очень такая странная история, когда хочется, а кто стоит за принятием данного решения? Нам на письмо ответили так. Мы учтём ваши пожелания, но никто ничего не учёл. А вопрос... Значит, тогда получается, сегодня загоняют предпринимателя в ситуацию, когда он будет вынужден взять один пакетик йодированной соли, положить его у себя там, значит, выписать его на кухню, и он будет там лежать. У вас есть йодированная соль? Есть, покажите. Вот, пожалуйста. А что у вас есть? Ну, у нас ещё много разных там солей. А это классно, я, кстати, зад... Как это пожарника? Ты всё равно же обязан поставить огнетушитель. Ну, ты же не отобьёшься одним... Ну, боюсь, не отделаешься одним огнетушителем всё равно. В принципе, Игорь прав, потому что разные типы соли подходят для разных типов продуктов. И одно дело солить сыры одним способом, совершенно другое солить их другим способом. Если мы будем делать этот рассол, в котором мы говорили, как-то рассказывая о сырах, о том, что мы будем в этом рассоле вымачивать, то здесь поведение йода может иметь совершенно обратную функцию, не способствующую развитию этого процесса и получению в конечном итоге хороших сыров. У меня есть классический пример, когда мы там в начале 90-х стали изучать, и на рынке появилась соль, которая называется fleur de sel, французская, кристаллизующаяся на поверхности, да, она очень существенных денег стоит. И совершенно случайно у одного из наших приятелей, который себе купил там 2-3 пакета, бабушка солила огурцы, и она привыкла к тому, что огурцы у неё появляются очень твёрдые и плотные. А поскольку она соли не нашла в доме у своего внука, она там попробовала, о, соль, соль, и использовала эту соль. Но она настолько активная, что огурцы превратились практически в труху. Это надо понимать, эта соль вообще не предназначена для приготовления. Ей посыпают, как Игорь сказал, уже готовые блюда, которые приготовлены при минимуме или отсутствии соли. Осторожный вопрос. А знаменитая розовая гималайская соль, по которой сходят все женщины... Тоже каменная такая, тоже существует такая, да, всё правильно. Это что? Два способа добычи есть. Один способ – это получение из моря выпаривания, и второй способ – это горные разработки, где есть залежи. Средь ямалой. У залежей цвет определяется тем, какие есть вокруг фактуры. Есть, например, соли, которые добываются там, где находится вулканическая порода, они от лавы имеют чёрный цвет. Есть варианты, когда соль выдерживают специальным образом, запекают её, и эта соль в чистую или смешанная с залой, да, она приобретает соответствующий цвет. Поэтому у каждой соли есть свой оттенок. Его дорабатывают, в том числе и ради того, чтобы отличаться от всех остальных. Вот. Сейчас пока, значит, эта история... У меня есть книга. Соляные месторождения на территории... 29-го года на территории Советского Союза. И самое интересное, что идея как такового превращения вот этой соли, да, в индивидуальную какую-то вещь, которая может иметь за собой некоторое название, да, там, и отличие от других, значит, она не превратилась ни на что. Потому что нам нужно было просто соль, которая вот соль, и всё. То есть никто не думал о том. А там гигантское количество, гигантское количество различных регионов, которые я могу точно сказать, что она будет отличаться по вкусу. Конечно, примеси, которые находятся в этой породе, они позволяют отличать эту соль от одного от другого. Это как момент такой. Вот там шеф, например, складывает вкус свой в голове, как вот мы вчера, да, там, с Сашей разговаривали. Он говорит, вот я складываю вкус в голове, вот я могу посолить там, например, вот такой солью. Не складывается, что-то не получается. Он говорит, я беру другую, да, вот такая вот история. Или вообще не солю, или предлагаю там, предлагаю, у меня есть на выбор несколько там. И всё. И вот это вот, а нам рассказывают о том, что нужно там... Нет, ну, мощная, сильная, крупная соль, она вообще предназначена для приготовления. Она не предназначена для финального посола, да, когда уже у вас на столе. А вот флюор-де-сель, скажем, почему используется флюор-де-сель, его ставят на стол? Потому что структура, как у снежинки, это кристаллизация на поверхности, и это не травмирует эмаль зубную. Поэтому эта соль можно... И она ещё добавляет соответствующий вкус этому продукту. Поэтому... А всё остальное вы должны либо измельчить до состояния, когда он сможет быстро оттаять у вас на рецепторах, либо вы должны использовать только при приготовлении. Поэтому сортов, соли, типов соли. У одних французов есть три операциона. То есть региональных продуктов, связанных с солью, где свои чеки, и в этих конкретных чеках есть конкретная соль. Вы совершенно спокойно можете её отличить одно от другой, да. Слушайте, ребята, я осторожный вопрос... Нет, мы можем посвятить как-нибудь там кусочек какой-нибудь передачи. Возможно, вопрос идиотский, извините, пожалуйста. В ресторанах, где по определению, вот повара на эту тему задумываются, я не говорю сейчас о чебуречной номер пять или чём-нибудь, где шварма привокзальная обыкновенная. Сколько сортов соли плюс-минус два лаптя по карте может быть? Единицы, десятки наименований соли? Послушай, соль была стратегическим продуктом во времена царя Алексея Михайловича. А вообще считается, что все эти гипербореи, они происходили типа Хальсков, этих мест, где соль вообще... Люди селились либо на берегу, либо в тех местах, где были соли. Да, где есть соль. Чувак, не тащили соль. Нет, ну потому что, ты понимаешь, это сохранение продукта. Без соли нет, во-первых, сохранения, а во-вторых, без водно-солевого обмена мы теряем электролит в организме, мы не функционируем. Сколько у вас, типа, в соли? Ну, есть рестораны, которые... В среднем на дыме. Но всё равно, три-четыре есть всегда. Ну, французы, в основном, конечно, используют одну флёр-де-сель, одну из... Либо комарк, либо эль-де-ре, либо они используют геранскую соль. Но она же уникальна совершенно, она добавляет вкус. А некоторые, особенно сейчас вот в заведениях, когда люди стали больше и больше узнавать, мне приходилось видеть, когда приносят соответствующий набор, и там до десяти различных вариантов соли. И ты сам солишь тем, что тебе больше или не нравится. Вот так вот это... Да, конечно. Ну, это... Плюс ещё соли с добавками существуют, с возможными там овощами сушёными, есть зелень сушёными. А, конечно, зелень там. Какие добавки, конечно, там. Это ещё добавляет соответствующий вкус. У меня Лариска делает лимонный, лимонный делает. Такую солью посолить суп, это добавить ему и ароматических вкусовых свойств. Мы же очень хорошо чувствуем соль. Соль, сахар, жир, они являются основой гастрономии. Они создают вкус. А если эта соль ещё имеет соответствующие вкусовые отличия, то это вообще идеально распознаётся нами. Отродясь бы никогда не подумал. Ну, то есть, я понимал, что соль бывает разная в магазине. Видишь, что вот на полках стоит и это, и это ещё вон то. Но, наверное, для каких-нибудь уж совсем ценителей, гурманов, про себя так, честно говоря, не думаешь никогда. А надо знать. Оказывается, так тоже бывает. Хотя про лимонную соль отродясь не слышал. Ну, как берут лимон, засыпают солью, да, и он, эта соль получается со вкусом вот этого лимона. То есть, очень много же. Я сочетание лимона и соль знаю про текилу. И всё. Народ под праздник идёт в рестораны. Народ под праздники разные идёт в разные рестораны. Чем характерно, если характерно, 8 марта для этого? Больше идут в что-нибудь гурме на тему кондитерских? Нет, это вопрос вообще очень... Ну, во-первых, в любом даже гурме-ресторане, завершающем ужина, должен быть очень прекрасный десерт. Это всегда большая ошибка. Знаешь, вот шеф-повар, который... У него прекрасный салат, да, у него прекрасная там горячая закуску. Прекрасное, прекрасное супер вообще горячее блюдо, и он проваливается на десерте. 17 мгновений весны. А девушка начинается только последнее. Понимаешь, и потом наступает момент, когда они выходят, понимаешь, вот это забывается, и последний вот этот момент, что что-то не понравилось, и всё. И весь ужин ходу под хвост. Потому что всегда говорится о том, что это должно быть всё понарастающе. А как известно, с той девушкой ужином. Вот поэтому я тебе могу сказать, это всё равно, кто куда идёт. Молодёжь, например, она спокойно воспринимает сегодня не гурме-ресторан, например, а более простые вещи, да, там вот... Макдональдс. Ну, можно Макдональдс. Понимаешь, сегодня есть альтернатива Макдональдса, по большому счёту. Вот вчера, да, например... Фашбургер? Нет, нет, вот вчера мы были, да, на рынке. Там тоже есть бургеры, там тоже есть разные, там японский гриль, там есть сушибары, там всё это. То есть там, пожалуйста, ты можешь всё попробовать, что тебе, как бы, душе угодно. И, в принципе, по большому счёту, вписаться в ту же цену, которая будет в Макдональдс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!